Салютик, ребята! С вами Раиль Расланов и добро пожаловать в хижину музыканта! Сегодня разберем, наконец-таки, одну иностранную песню, а именно песню группы Kultplay The Adventure of Lifetime. Салютик, ребята! There is pressure, there is weight, we are diamonds, I feel my heart beating, I feel my heart and beneath my skin, I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. I feel my heart beating, I feel my heart beating, I feel my heart beating. Прежде чем приступим к разбору интро, давайте скажу вам, какие аккорды в этой песне, чтобы хорошо ориентироваться в гармонии песни. Аккорд ДМ первый. Я его беру здесь, на пятом ладу, но лучше всего для новичков будет брать его вот здесь. Обычным аккордом, да? Следующий аккорд Джи. Обычный, да? Ну, я его также беру вот здесь, на третьем ладу. При помощи баре верхняя посадка. Аккорд формы Е. И дальше аккорд АМ. Беру также на пятом ладу. Ну, если вы новичок, можете взять вот таким вот образом. Аккорд АМ, да? Молодцы. Вот эти аккорды нам нужны, чтобы сыграть всю песню. По сути, вот на этих аккордах все основано. Просто в конце подольше сидим на аккорде АМ. А потом АМ, Джи бьем. И опять начинается все сначала. Ну, по кругу ДМ, Джи, АМ, 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 Джи и опять ДМ. Понятно, надеюсь. Это так, для ознакомления. А теперь приступим к интро. Вы только что прослушали, как звучит оно. Поэтому сразу же начинаем с разбора. Вот, в принципе, такое вот вступление. Бас я здесь дергаю четвертую страну. А это нота Ре, значит аккорд ДМ. Ре. Минор. То есть все по гармонии идет. Темп данного интро очень быстрый. Ноты перебираются, летают очень быстро. Поэтому все это бы нереально было сыграть только пальчиками правой руки. Поэтому здесь мы используем прием пулов. То есть срыв. Например, вот с пятого лада первой струны мы делаем срыв. И во вступление нужно два раза сыграть. То есть срыв. Один раз дергаем, вот. Да? Потом продолжаем. Везде срывы, как видите, да? Еще разочек. Первая струна, пятый лад. Зажимаем. Срываем. Зажимаем. Срываем. Потом вторая струна на третьем ладу. Потом дергаем первую струну открытую. Потом снова вторую струну на третьем ладу. Зажимаем. Срываем на первый лад этой же струны. Потом зажимаем третью струну на вторую ладу. Срываем также на открытую соль. И опять зажимаем. И опять срываем. Все вроде понятно и доступно. Еще разочек. Вот и все. Теперь только просто нужно будет добавить бас. Здесь сначала дергаем четвертую струну. То есть за вторым разом на первой струне, на пятом ладу, мы уже дергаем четвертую струну. Вот сейчас дергаем. Да, у некоторых тяжело идет вот такой вот щипок. Но надо, ребята, научиться. Для этого у меня есть уроки различные. И даже есть курс о своем гитаре за 7 дней. Где я про эти щипки все рассказываю. Ссылочку на этот мой самоучитель оставлю в описании под видео. Еще раз делаем. Вот здесь в конце, перед тем, как сорвать на ноту соль, третью струну, мы дергаем еще опять-таки четвертую струну. Потом срываем. Никаких ударов пока за первым разом. То есть, что у нас получается. Вот такой вот рисунок должен получиться. За вторым разом все то же самое, только потом вместо четвертой струны мы дергаем шестую на третьем ладу. То есть, должно получиться. Вот такое. То есть, проделываем то же самое. Еще разочек. И вот здесь соль. Понятно, да? Еще раз соединим все сначала. Молодцы. Дальше что делаем? Спускаемся с пятого лада на третьей на первой струне. И дергаем третью. Ну, третий лад. Два раза так же. Потом тоже самое играем. Вторую струну на третьем ладу. Первую открытую. Потом третий лад на второй струне зажимаем. Потом срываем на первый лад. Потом зажимаем третью на втором ладу. Открываем. Снова зажимаем. Ждем. Потом к концу опять срываем. И того. Ну, все это, конечно же, нужно проделать с басом. Здесь бас у нас будет пятая струна. Ля уже. Дошли до гармонии ля. Тоже за вторым разом начинаем дергать. То есть... И вот здесь тоже на соль нужно ля дернуть. Смотрим. Еще раз за вторым разом. Соль открыли, да? Потом перемещаемся вот сюда. На седьмой лад первой струны. Дергаем первую струну с третьей. Третья открыта. А первая струна на седьмом ладу, да? Потом первую струну на восьмом ладу зажимаем. И вот как бы интро кончается. По сути. Но оно еще дублируется раза три таким же образом. Но можно добавить всякие вот такие вот хлопки по струнам. Но сейчас покажу, как это будет. Все вместе сейчас соединим. А потом уже попробуем с хлопком сделать. Ну вот, в общем, целиком интро звучит таким образом. Просто в конце каждого круга нужно вставлять хлопок по гитаре. То есть как это. Сорвали и сразу же захлопнули струны. То есть. Да? Потом. Потом. И то же самое. После соль захлопнули. И так каждый раз. И доигрываем интро таким вот образом. Сейчас покажу в более быстром темпе, как это все звучит. Конечно же, вам нужно будет постепенно ускорять данный ритм. Течение данного интро. Чтобы сыграть уже это интро как в оригинале. В оригинале очень быстро играется. Поэтому, сразу говорю, будет нелегко. И, кстати, я показал вам интро на октаву ниже, чем звучит в оригинале. В оригинале вообще вот здесь каподастр ставится на 12 лад, да? И как бы вы, вот здесь в начале гитары же играли, только что интро. Играйте то же самое здесь. Ну, как бы вот это. Если здесь поставите каподастр, как будто бы это порожек вот здесь. На нулевой отметке. Здесь ставите. И то же самое можете уже играть здесь. Ну и так далее. Понятно, здесь не буду показывать те же самые рисунки. Просто копируйте отсюда вот сюда. Все, поняли? А теперь попробуем чуть-чуть ускорить данное вступление. Ну, хотя вот так, если ускорите, будет довольно хорошо. А потом уж еще быстрее. Для удобства, для своего удобства вот здесь у розетки буду играть сейчас. И попробую ускорить. Не забывайте про pull-off прием, то есть срывать. Тут срываем, тут срываем. Очень просто, на самом деле, если разобраться. Срываем на пятом ладу. В начале. Тут чередуем. Вот потом срываем на второй струне. С третьей на первую. И потом с третьей струны. На третьей струне тоже срываем. На втором ладу получается. Ну и, конечно, стараться не задевать ниже стоящие струны, когда срываете. Что у меня тоже иногда бывает изредка. Попробуем еще чуть-чуть ускорить, чтобы вы наглядно понимали, как это все звучит. И так далее. На первый взгляд только может показаться все это тяжело. Потом все становится довольно просто. Ничего сложного. Просто срывы делайте. Не обязательно там на всю силу играть. Минимальные движения, и все должно получиться. Далее. А, да, кстати. Это интро. Можете сыграть 4 раза. Можете 2 раза. Можете 1 раз вообще, как я. То есть, один круг цельный сделать. Здесь закончить. И приступить. Уже к куплету. Это на ваше усмотрение. Но 4 раза одинаково ровно сыграть, конечно же, трудно. Но это стоит попытаться. Потому что ваша техника игры на гитаре намного в разы улучшится, если вы научитесь играть данный рифф. Очень хорошо разрабатывается прием Pull-Off. Ну, а мы приступаем к куплету. Сейчас посмотрим, какие же аккорды еще раз. Там есть аккорд ДМ я беру. При помощи баре, чтобы очень четко сыграть партию ритм-гитары. То есть, у нас в оригинале, конечно же, там вот здесь на верхах звучит другая партия. И чуть-чуть. Там, ну, своя партия есть, свои ноты. Его мы сейчас не будем разбирать, потому что невозможно ее играть. Эту партию играть. И еще петь. Притом ко всему. Копировать все, что играет гитарист на электрогитаре мы не будем. А сымитируем все это на аккордах простых, готовых. Барешных тоже. И при помощи боя. То есть, у нас получается такой гибридный разбор. Вступление такое же, как в оригинале, а центральная часть уже чуть-чуть отличается. Там, если хотите, можете поискать табы. Их много. Что именно играет вторая гитара. Ну, а мы возьмем аккорды, потому что мы должны еще петь. Мы же будем покруче. Совместим в себе целую группу. Я тут подобрал такой бой, который подходит к этой песне. Но его мы еще с вами не учили. Поэтому будет сложнее, как он звучит. Вот такой вот. Аккорд ДМ берем. Делаем удар вниз. Потом вверх. Коротко и расслабляем сразу. И потом удар по блокированным струнам. То есть, соединим. Еще раз. Что за лазер, а? Скажете, да? Какие удары? Как это все запомнить? На самом деле, все будет просто, если заучить это. Еще раз. Удар вниз. Потом вверх. Расслабили. Удар вниз. Снова вверх. Расслабили. Ну, по блокированным бьем. Когда я говорю расслабили, значит расслабляем левую руку. И по блокированным бьем. То есть. Потом вверх. За третьим разом удар вверх. Такой же звучащий. Ну и вниз тоже звучит. Да? Потом расслабляем. Делаем удар вниз. Вверх. Удар вниз. И опять вниз вверх на блокированных. То есть, все я расписал. Все предельно понятно. Понятно. Нужно только медленно научиться понять. Потом все получится. То есть. Вот так выглядит. Ускорим. Вот так. Еще раз. То есть. За третьим разом не такой же рисунок получается. Вначале. Удар вниз. Вверх. Потом по блокированным. Вверх. По блокированным. Потом вверх. Уже не по блокированным. Потом отпускаем. На блокированных. Вниз сверх. Один удар. Вниз. На звучащих. Потом вниз сверх. На блокированных. То есть. Ну запоминайте. Там. Па-па-па-па. Па-па-па-па. Ну в оригинале такой же ритм. Мы должны такой же фанковый ритм показать. То есть. Еще раз. Запоминаете, нет? И все дальше. Аккорд G. Весь секрет в расслаблении левой руки. Если он расслабляется, то по блокированным бьем. Если зажимает норм, то звучит аккорд. Еще раз. И оккуртаем. Вниз. Вверх. Хлопок. Вверх. Хлопок. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Ускорим. И еще нужно будет сделать аккорд G. Но я сейчас вроде бы не туда его впихнул. Надеюсь, вы бой поняли. Да, да, да. Сначала будет сложнее. Нужно привыкать медленно играть. Если что, перемотайте назад. Итого, получается. И если научитесь расслаблять левую руку, это вообще будет просто perfect. Вообще идеально можно играть на гитаре. Вообще классно звучит, да, когда расслабляем? Смотрите, как движется. Да, в конце делаем. Удар на G после АМ. То есть вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Низ. Вверх. Низ. Вниз. Вверх. То есть помните, один звучащий удар у нас был там, под конец боя. Его мы делали на, ну, на каждом аккорде. Остальное расслабляли, да, левой рукой. Теперь этот аккорд просто нужно не на АМ сделать, а на G. То есть вверх, 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 вниз. Вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх. Между вот этими ударами вниз-вверх на незвучащих струнах у нас еще есть один звучащий удар. Вот его нужно сделать просто на G. Надеюсь, вы поняли. И уже начинаете вставлять вокал, когда научитесь это все медленно играть. То есть... Вот, видели? Один удар. Его нужно сделать на G. Вот. И аппарат начинает. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Дальше пошел припев уже на основе обычного боя, который мы с вами проходили. Клубный бой пошел. Сейчас его посмотрим так же. Аккорд ДМ. Удар вниз, вверх, хлопок. Еще раз. Вниз, вверх, хлопок, вниз. Потом резко делаем. Вниз, вверх, хлопок, вниз. Вверх, вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх. Еще добавляете. Разделите бой. Вниз, вверх, хлопок, вниз. Вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вверх, хлопок, вниз. Вверх, вниз, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх. счет да вниз верху афок вв sum кофок ссор на корже вниз на плату вниз вечер на куртаем для с felt бок вниз лоток вверх вне сфера а вот за вторым разом ногу а м бой чуть-чуть отличается то есть первый раз целиком сыграли а дальше отличается то есть вниз меня по боку к вверх вниз 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 верх лапок вверх вниз-вверх. Нужно сделать вниз ирх лапок вверх вниз-вверх вниз-вверх. На аккорде а м еще раз поехали Ну и, в принципе, так и идёт. I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin, I feel my heart beating, you make me feel. Ну и так далее, ребята. Отдельно сниму продолжение данного урока, надеюсь, вы его не упустите, а чтобы не упустить, конечно же, нужно подписаться на блог. Ну что, ребята, как самочувствие? Надеюсь, нормально, не очень пальчики болят. Спасибо всем тем, кто со мной был в течение всего этого разбора, то есть всем тем, кто до конца досмотрел данный ролик, вы молодцы, вы патриотами. Вот мамлойс. Что вам хочу сказать? Нужно будет всё, что я сегодня вам показал, уже самим, отдельно без меня, играть, тренировать. То есть интро хорошенько отточить в медленном темпе, потом прибавлять темп, бои, конечно же, проанализировать, понять, как играются и начать совмещать с голосом. И после этого у вас всё получится. Кто смотрел меня впервые, ребята, подписывайтесь на мой музыкальный блог, чтобы не упустить разборы различных классных песен, послушать каверы, мои авторские песни, уроки игры на гитаре, на губной гармонике и прочее. Ставьте лайки, если ролик был полезен для вас, комментируйте, конечно же, и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok